В Минске продолжает работу седьмой форум регионов Белоруссии и России. Накануне большинство встреч проходили в формате видеоконференции. Пандемия внесла корректировки, но современные технологии помогли в коммуникации, чтобы нынешний формат не стал преградой для обсуждения насущных тем. Участники форума точечно общались на предприятиях. Достигнуты ряд договоренностей развития и сотрудничества между предприятиями Белоруссии и России. Открываются белорусские торговые дома, сервисные центры. Сегодня у форума регионов в Минске единая площадка. В президент отеле состоится пленарное заседание. Сегодня же в Минском футбольном манеже откроется 30-я международная специализированная выставка «Белагра-2020». В этом форуме примут участие более 350 компаний из 14 стран. Особое внимание инновациям в агросекторе. Без них сегодня сложно вырастить качественный урожай. В дни выставки пройдут конкурсы, демонстрационные показы техники. Будут представлены экспозиции от лучших перерабатывающих предприятий страны и зарубежных гостей форума. Экспозиция будет работать до конца недели. На кортах «Ролан Горос» в Париже продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Сегодня белоруска Арина Соболенко проведет свой первый поединок против американки Джессики Пигулы. Игра пройдет вечером. Ранее стартовый барьер турнира серии «Большого шлима» преодолели Александр Соснович и Виктория Азаренко. А вот Егор Герасимов уже зачехрил ракетку, проиграв королю грунтовых кортов испанцу Рафаэлю Надалю.